немного об энергиях дня которые сменяются на земле и об энергиях космоса в целом было подмечено следующее начнем начнем с астрологии с гороскопа то есть момент рождения человека и как стоят значит звезды эта энергия хопа передается и будет запечатлевается физики говорят вмораживается в теле человека то есть во все его сущности то есть подмечено было вот такой вот незачатие на энергетику как-то не влияет вот сама беременность что тут происходит тут происходит следующее они находятся клеточка может в материнском организме он для нее является таким своеобразным экрана добрая здравица который создает свой фон то есть для будущего человека в 9 месяцев развития материнского трубы это как целая жизнь где он формируется под воздействием материнских наиболее властных для него энергии которые позволяют построить построить сформировать организм для будущей так сказать большой жизни и вот как раз выход то есть процесс выхода из материнского организма в этот значит воспринимается организмом человека младенцу любого человека как своего рода энергетический отпечаток с целого космоса какие сейчас энергии превалируют большие маленькие вот не зря вот этот вот год бывает окрашен там в красный цвет то есть цвет земли в цвет огня цветом ну всех этих пяти энергий и они естественно дают то есть сам космос одаривает человеческое существо вот это вот энергетика более мощной менее мощной то есть вот это вот есть такая штука естественно энергии эти меняются но важно что они уже в печатались момент рождение ребенка то есть грубо говоря но я не знаю там в первые там видите вычисляю там да да очень большой точности я думаю в первые там в 5-10 секунд а может даже еще меньше все все это и человек получил помимо того что он наработал в прежней жизни потенциал его творческий он получает еще такое и и даже можно так сказать что и время рождения душа любили дух выбирает так чтобы получить соответствующую энергию но это слишком замудрено но тем не менее есть такие духи которые умудряются свое свое значит день рождения время рождения так согласовать чтоб это было им на одну пользу вот это что касается астрологии дня рождения время рождения то есть она упечаталась теперь мы возьмем более мелкий масштаб нашу землю было замечено древним мудрецами что на земле с периодичностью примерно часа там где-то в два сменяют друг друга энергией энергии значит это сейчас будем вспоминать пита вата капха периоды то есть энергия слизи и вернее слизь она может переводиться как тяжести покоя капха слизь так уж она это тяжести покоя энергия энергия ветра это такая быстрая энергия она такая ну как бы сказать холодная холодная движущая бодрящая такая вот вот и период пита желчи это энергия огня когда тут вот ко ко всем этим процессам примешиваются и превалирует в них огненная энергия и вот как раз смотрите что получается примерно если мы берем двадцать четыре часа то вот как раз шести там даже примерно с пяти с пяти где-то до семи у нас энергия ветра подвижности и вот когда человек встает в это время в это время он впечатывает в себя так скажем вот эту энергетику и просто напросто встав в это время с пяти до семи он активно сохраняет в течении всего дня вот что удивительно далее следует там если с пяти до семи далее следует период покоя тяжести это вот с семи до девяти с семи до девяти примерно так сейчас мы посчитаем и если человек встает с семи до девяти он эту тяжесть в себя впечатает и потом в течении дня он такой какой-то какой-то сонный вялый наконец-то с девяти до одиннадцати опять энергия будет ветра с одиннадцати до двенадцати где-то тяжести с двенадцати с двенадцати с девяти до одиннадцати это энергия ветра с одиннадцати до часа энергия значит тяжести слизи с часу до двух вот как раз солнце стоит в зените это энергия значит огня энергия капха энергия желчи энергия жизненного принципа желчи которая как раз осуществляет все это пищеварение то есть для пищеварения нужен огонь солнечный огонь вообще тепло и вот она как раз резонирует и у нас идет пищеварение и так все это дело повторяется ну примерно вот так вот и в соответствии с этим самое интересное работают и наши внутренние органы выполняющие функции там пищеварения поражения и так далее и тому подобное то есть вот если встать вовремя да где-то с пяти до семи работает кишечник с семи до девяти работает желудок то есть тяжесть вы поглощаете пищу потом начинается там процесс пищеварения потом там обыстряется пищеварения это в полдень это в полдень а далее далее идут процессы уже распределения то есть питательные вещества надо распределить по организму раз распределить потом дальше как-то их ассимилировать усвоить опять в этот процесс складывается потом допустим идет выведение вот так вот повторяется с учетом вот этих интересных природных ритмов которые руководят и помогают процессом происходящим внутри нашего организма и если мы вовремя вписываемся в биоритмы происходящие на поверхности земли тем самым мы получаем энергетику которая как знаете вы как на гребне волны несемся а так если мы не не попадаем в эту энергетику это все равно что мы гребем против волны вот то волна у нас просто она просто как щепочку оп выбросила без всяких усилий а то нам надо волна назад пошла а мы вперед через эту волну и так далее и тому подобное тратим свои силы то есть происходит износ организма вот что я хотел вам рассказать а солнышко встает оп энергия который человек выбирает себе именно вот первой энергии после сна он их запечатлевает и как бы сказать на них работает встали вовремя когда энергетика легкости подвижности подвижности в течение всего дня легкость подвижность встали вперед капхи слизи тяжести все весь день тяжелый вот таки вот наблюдения были сделаны много тысяч лет назад и все это было изложено в ведах науках науки вообще о жизни ведах знать еще сократ говорил самое большое благо это знание а самая противоположность благу это неведение незнание то есть невежество возникает от незнания хорошо вот и солнце встает из-за пашин блестит за морями ночлег свой покинула едет пахарь с сахой едет песню поет по плечу молодцу все тяжелое не болит и душа отдохнет забот здравствуй солнце до утра веселое